ребята всем привет сегодня у нас воскресный день и на обзоре мыло прораса в общем-то белое мыло с ароматом там овса и так далее очень долго перечислять суть не в этом пахнет она совершенно не тем что в описании долго она мне было вот это мыло то есть существует три основных линейки ну добавилась голубая сейчас но существует три линейки то есть вот овес потом эвкалип плюс ментол сандал вот это три основных линейки голубой голубая еще ли не есть это совершенно новая в общем производится в таких белых тюбиках 150 миллилитров цена почему-то сейчас взвинтилась прям блин не знаю ближе к 600 650 рублей вот так вот да да в общем-то разбег от 600 до 750 рублей это мыло не знаю почему вот напомню вам историю я уже обозревал остальные мыло в общем основан бренд на официальном сайте по официальным данным в 1948 году некоторые сайты приводят что 1930 год в италии все основано италия родина бритья то есть там бритье возведено в культ это считается целым искусством вот в сорок восьмом году мужичок который основал эту фирму он изобрел зеленую линию она включала в себя крем мыло и еще в какой-то упаковке то мыло было все для бритья и пошел распространять по барбершопом ну тогда это наверное назывались прикмахерские цирюль не вот пошел их распространять грубо говоря практически как основатель киевсе который прозванивал кстати киевсе вот этот полковник сандрос сандерс он прозванивал все рестораны америки и предлагал свой рецепт курочки и предлагал то есть в обмен на один цент с заказа курочки то есть в ресторан кто-то приходит платит один ну платит полный заказ и один цент уходит на счет этому полковнику и в общем то рецепт прямо очень 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 раскрутился и он стал просто миллионером это может и миллиардером фиг узнает но сегодня мы не об этом вот таким образом они по этим цирюльным ходили предлагали это мыло многие соглашались и те кто согласился не прогадали потому что люди влюбились в зеленую линейку сейчас мы рассматриваем белую линейку производится в такой шайбочки в принципе удобно чтобы вот так держать да вот так и набирать я тут почти все уже практически использовал блин ну долго не мог вам снять что-то не знаю руки не доходили в основном про лезвие снимал вот бренд с историей сейчас это прям топ номер один по крайней мере вот это вот зеленое средство ментол эвкалиптовые после бритья но практически во всех барбершопах пена у нас такая не особо густая то есть ну такая весьма жидкая такая вот ну вроде как она держится аромат я прям точности характеризую этот аромат как срезанных стеблей цветов в цветочных магазинах вот это вот зелень да вот их срезают и вот если понюхать степель то он прям пахнет его в один в один то есть вот этой всей свежей цветочной темы вот именно этим он и пахнет может быть и овсом он пахнет я не знаю я не знаю не видел никогда вез в живую а может и видел не доводилось мне когда его понюхать поэтому мне кажется что пахнет именно цветами отличительной чертой итальянских мыл является тот момент что быстро сбивается пена быстро она еще взбивается в когда вы в банке набираете кисточку она у вас быстро очень начинается пениса то есть все поры вот эти все ворсинки они забиваются мылом очень быстро это отличительная черта практически всех итальянских мыл не это очень отлично то есть набираете и сбиваете очень быстро то есть сначала крупные пузыри потом она сбивается до такой мелкой консистенции вот мыло однозначно не рекомендую хотя бы даже попробовать потому что мыло с историей мыло действительно очень интересно пахнет это наверное самое уникальное мыло с по его запаху то есть самый уникальный запах запах просто пушка им летом хорошо бриться он такое типа как освежающий вот белой линии зеленый лет красная линия сандаловая она такая более тяжелая это на зиму вот то есть классное мыло не знаю почему они начали сейчас блин так бешено взвинчивать цену опять наверно повторюсь то что сейчас это стало популяризироваться вот эта вся тема бритья классического благодаря всяким то marketplace в котором можно найти какие-то странные баночки ведь человек да это баночка для мужиков и конечно же его это заинтересует он почитает заинтересуются то есть самом деле это прям такая классическая история то есть суровых мужиков которые бреются многие называют еще их опасными бритвами но это безопасная бритва опасно это конечно же вот эти вот лезвия суровые но я ими не буду бриться потому что ну как то что то не знаю мне стремно но и просто нравится разные лезвия покупать сегодня кстати заказал лезвие с razor blade с точкой club на на следующей неделе вам буду про лезвие рассказывать какие-нибудь из этого заказа вот а так ребята делитесь впечатлениями об этом мы ли может быть вы знаете где его может подешевле можно купить может быть вы что-то знаете про голубую линейку этих был потому как вроде как они только в тюбиках продаются не в таких вот шайбах я вот лично еще пока что не видел голубых этих тюбиков вот ребят всем желаю хорошего бритья отличного настроения подписывайтесь на мой канал ставьте лайки увидимся в новых видео